Инклюзивное образование теперь можно получить в обычных столичных школах. Здесь учатся более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья. Как проходит процесс их интеграции в общую образовательную среду, знает моя коллега Наталья Мальчикова. С каждым движением пластический материал в умелых руках Кристины приобретает нужные очертания. И хотя особых знаний это занятие не требует, сосредоточенность и тщательность девочки в работе вызывают восхищение. Юный гончар хочет успеть закончить работу к женскому празднику. Я сейчас делаю подарок для своей бабушки, вазу. Мне очень нравится лепка, это очень успокаивает. Я много чего создавала, дарила, мне даже покупали работы. Надо все вырвинить, оближечь и после обжигания мы красим. Это увлекательное занятие очень стимулирует воображение. Особенно это актуально для детей с особенностями развития. Находясь в кругу сверстников, ребята просто преображаются. Это сделано для того, чтобы была адаптация самих школьников, обучающихся, чтобы они получали наравне со всеми все необходимые знания. И таким образом та воспитательная среда, которых окружает, позволяла им более гармонично адаптироваться в общество. На сегодняшний момент у нас ряд школ используют данные возможности для интеграции инклюзивного образования. Это и 19-я школа, здесь более 200 детей, а с ограниченными возможностями здоровья 10 детей-инвалидов. Также можем назвать и 5-ю гимназию, школу номер 7 и ряд других образовательных учреждений. На базе школы номер 19 состоялся круглый стол, на котором обсудили современные практики. Специалисты в области инклюзивного образования поделились своими наработками. В нашей школе есть инклюзивные классы. Мы очень сильно сейчас развиваем именно индивидуальное надомное обучение детей с использованием дистанционных технологий. У нас таких детей 12 на сегодняшний день. И еще одно направление – программа «Родительская школа». Занятия проводятся как групповые, так и индивидуальные. Для детей с особыми образовательными потребностями очень необходимо развивать межполушарное взаимодействие, стабилизацию межполушарного взаимодействия делать. Все это происходит за счет кинезологических упражнений. И в сенсорной комнате это очень замечательно, потому что дети здесь расслабляются, детям интересно, у них появляется мотивация. Дети, естественно, начинают лучше учиться, у них лучше становится поведение. Ей очень нравится все. Она начала более спокойно себя вести. Каждый день бы сюда приходила, наверное. Особенно эта сенсорная комната, на нее очень благоприятно воздействует. Сопровождают детей так называемые тьютеры. Они готовят для каждого индивидуальную программу обучения, а при необходимости буквально за руку приводят ребенка в класс. Педагоги у вас имеют специальное образование? Да, у нас все педагоги имеют специальное образование. Они все прошли переподготовку для работы с детьми ОВЗ, как психологи, дефектологи, логопеды. Мы в тесном сотрудничестве с Чуварским государственным педуниверситетом. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика.